В Екатеринбурге, в Ленинском федеральном районном суде, стартовал уголовный процесс над 29-летним стоматологом Дмитрием Мурашовым, который по непонятной причине пытался взорвать, но неудачно, свою 33-летнюю гражданскую жену, тоже донтистку, назовем ее условно Ирина, с помощью наемного убийцы-психопата и 5-литровой канистры с карбидом кальция, при намокании выделяющего взрывоопасный газ ацетилен. Само событие взрывного характера случилось во дворе дома Ночкалова, 131, 16 октября прошлого года. С тех пор утекло много воды и растаяло много снега, потому в связи с началом суда позвольте вкратце вспомнить фабулу. Предыстория такая. Дмитрий и Ирина, работавшие зубных дел мастерами в одной частной стоматологии, познакомились в 2014 году на корпорате. Ирина, по ее словам тогда, с первым мужем уже не жила, носила от него в пузике ребенка, потому ухаживание коллеги Дмитрия приняла и стали они жить вместе у нее Ночкалова, 131. Вскоре родился сынулька-роднулька. Дмитрий, по словам Ирины, стал ему другом. И это даже больше, чем формально отцом. Хорошо, когда папка еще и друг. Но шли годы, помидоры любви вяли, и Дмитрий решил свою штатскую жену убить. Ну, странно, согласитесь, почему просто не бросить, что за блажь, убивать. Вот и сама Ирина на судебном процессе недоумевала. Нафига. Цитирую ее по комсомолке. За все 4 года знакомства у нас с Димой не было ни одной серьезной ссоры. В основном бытовые мелчи. Он подружился с моим сыном, стал для него хорошим другом. Дмитрий взял на себя большие финансовые обязательства. Ему пришлось работать в двух стоматологиях одновременно. Бывали дни, когда он работал в две смены. Зарабатывал очень хорошо. 100 тысяч рублей в месяц. У Димы было хобби. Он любил паять схемы и собирал различные провода. Я в этом ничего не понимаю, но, скорее всего, эти знания пригодились ему при изготовлении бомбы. До сих пор не понимаю, какой мог быть у него мотив. Если его что-то не устраивало в отношениях, или у него появилась другая женщина, он мог просто расстаться со мной. Зачем убивать-то? Конец цитаты. На суде Ирина рассказала, что, оказывается, покушений на нее было две штуки. Одно, за которое судят Мурашова, 16 октября прошлого года, но было и второе. Точнее, хронологически первое, 12 августа. Цитирую Ирину по комсомолке. В тот день я отвезла маму на прием к Диме, чтобы он сделал протезирование. Потом я вернулась, сходила в магазин и пошла домой. Когда я подошла к подъезду, то услышала громкий хлопок, а рядом с клумбой появился столб дыма. Я подумала, что дети балуются и бросают из окна петарды. Но когда дым рассеялся, я увидела странный металлический ящик. Он был похож на старый радиоприемник. Вечером я рассказала об этом Дмитрию, но он никак не отреагировал. Я в тот день попросила Диму взглянуть на ящик. Он осмотрел его и сказал, что якобы не понимает, что это. Потом его выбросили дворники. Поэтому доказать его причастность к тому инциденту уже невозможно. Конец цитаты. Кто взорвал бомбу 12 августа, неизвестно. А вот 16 октября аналогичный процесс проистекал так. Мурашов в качестве наемного хитмана нанял своего друга Романа, который торчал Дмитрию 100 тысяч рублей и решил вернуть их убийственной услугой. Мурашов собрал бомбу из канистры, куска карбидокальция и сотового телефона и уехал к себе на работу, обеспечивая алиби. Киллер Роман положил бомбу в подарочный пакет и поставил возле подъезда Ирины, а сам засел в кустах, чтобы привести бомбу в действие дистанционно, по мобиле. На судебном заседании адвокат Мурашова Дмитрий Аболенский двинул версию, что мол, где дантист не давал команду взрывать бомбу киллеру, которого контролировал по телефону. Когда Роман сообщил, что Ирина подходит к подъезду со своим сыном, Мурашов дал отбой. Но случилось непредвиденное. Работница местного ЖЭКа, 63-летняя Нина Аминова, руководившая работой дворников, заметила подозрительный пакет у подъезда и в нарушении антитеррористических инструкций понесла бомбу на ближайшую помойку, как мусор. Киллер Роман сообщил по телефону заказчику Мурашову, что бомбу уносит посторонний человек. И по версии следствия, стоматолог, желая замести следы покушения на Ирину, дал команду на взрыв. Нина Аминова была в теплой толстой одежде, потому ожоги получила неглубокие, первой-второй степени, и даже от госпитализации отказалась. Ну а в суде она поведала, что из сгоревшей канистры высыпались болты, и что от нее потом два месяца воняло карбином. Отловили неудачливых киллеров Романа и Дмитрия через полтора месяца чекисты, отсмотрев уличные видеокамеры и пробив их телефонные переговоры. Романа на стадии предварительного следствия признали психом и вскоре заточат в дурку. А Дмитрий Мурашов, как положено, предстал перед судом, светит ему за покушение на двух человек реальный срок и немалый. На первое заседание суда стоматолог прибыл из СИЗО в черном костюме. Ну типа хочет походить на героя любимого фильма, какого, правда, никто не знает. Ну все, процесс пошел, ждем вердиктов Эмиды.